здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет прошел следующий вопрос можно ли верить во множество богов и во христа нет дорогие друзья до свидания ну наверное вы требуете более расширенного ответа на ваш вопрос и почему же нельзя очень просто потому что христос есть а других богов нет ни кого и не пози бесове суть говорит писание то есть другие боги то бесы и ветхий завет об этом говорит и новый статуя зевса мироточила статуи некоторых греческих богов в кавычках говорили ходили чем только не было уж попробуй не верить то в чудо действенность и реальность греческих богов или римских впоследствии которые те же самые греческие только по другими именами юпитер и сатурн и когда пришел христос когда бог воплотился вступил непримиримое противодействие с языческой религией христианство еще возникнув первое столетие только и делала что боролась с язычеством потому что несовместима вера в том что есть множество богов и христос тяжело искоренялась эта вера потому что эти боги были здесь близко в деревьях в природе в животных солнце луна небесное светило город травы дубравы священные скалы священные деревья все это было здесь можно было потрогать пощупать там а где что-то ваш христос совершали чудеса апостолы сходил дух святой на них и на крещающихся и это было самым действительным реальным ответом на реальность того что христос есть бог да даже то что первенствующая церковь в столетия невыносимых непрекращающихся гонений сохранилась тоже тоже о многом говорит в эпоху мученичества когда казалось бы все должно было быть уничтожено под страхом пыток и смерти но нет бог действовал через них веря в том что кроме христа кроме престой троицы существует еще кто-нибудь и все религии это разные дороги к единому богу конечно абсолютно чепуха уже хотя бы только потому что каждая религия предлагает к своему богу разные пути разные пути к спасению разные пути к соединению с богом если есть такие идеи а бывает и идей таких нет а бывают и бога то нет как в том же буддизме допустим хотя вроде бы религия да есть среди всех религий одинаковые нравственные заповеди как чуть-чуть нибудь копнешь как вы представляете своего бога что общее может быть между богини кали и христом может быть индуизм тоже правильная дорога идет к правильному богу но что то есть у меня не только у меня серьезные сомнения на этот счет поэтому на путь смотрите пути совершенно разные средства спасения совершенно разные христианство говорит не греши не твори зло для того чтобы уподобиться богу который есть любовь которая есть абсолютное добро которое есть абсолютно чистота абсолютно нравственность ибо подобно соединяется с подобным хочешь обожиться подобны ему бываете буддизм допустим говорит да не делай зла не греши ничего не желай для того чтобы не быть чтобы прекратить свое существование в принципе вычистки это череды империоплощение бесконечных колеса сансары и просто раствориться в небытие нирване стать ничем никем просто прекратить вечное свое существование христианство же говорит ведь ты бессмертен и душа и тело тело временно смертно но все равно будет в преображении и воскрешении бессмертным и вечность будет положительная или отрицательная с богом или вне его вне бога вечности быть тяжело это страдание быть с богом вечности это здорово это замечательно это рай это царство божие это радость и счастье вот пути такие то поэтому при окажущемся единстве религии совершенно разные цели совершенно разные средства а если средства кажутся одинаковыми это не ведут диаметрально противоположным целям сверх бытие и не бытие про материалистические аспекты некоторых представлений некоторых религий о вечной жизни я вообще молчу когда обожествляются или как сказать легализируются все земные похоти и наслаждения вот это рай вот переставь себе все то что запрещено законом в российской федерации и вот это все будет доступно тебе в вечности в стократном размере даже съесть столько не сможешь вот-вот вода вот это рай замечательно это понимаю этот по-нашему что там надо сделать там да все просто ну поэтому бог один и един и мы православные знаем куда идем знаю кому идем знаем средства знаем цели знаем задачи знаем людей которые осуществили это все опытным путем и нам оставили свои письма свои книги которые говорят нам о том куда же нам плыть как говорил классик а другие что же другими как ты господь с ними разберется кого-то будет судить по закону совести кого-то даже по закону тех религий которые эти люди считали истинными заблуждаюсь искренне апостола павла есть некоторые намеки на подобное взаимоотношение бога с людьми которые вы не знали при жизни но мы знаем наш корабль крепок весла крепки плывем хорошо и если кто-то за борт и падают то спасителем кругом веры надежды любви на корабль снова возвращается но и пачи спасителем кругом милосердия божьего спасались мы все-таки не по факту принадлежности православной церкви а милосердием божьим а его надо быть хоть немножко достойным так что друзья мои не надо верить в множество богов их нет верте во христа един бог един христос едина вера едино крещение слава бога отца аминь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео